ДТП с хайршеринговыми машинами ДТП с хайршеринговыми машинами Да, действительно, в настоящее время спрос на использование таких автомобилей растет. По статистике в день один автомобиль использует до шести разных водителей транспортных средств. И этот бизнес будет развиваться, потому что для водителя нет необходимости серьезного вложения денежных средств, нет надобности приобретать автомобили. С одной стороны это действительно выгодно водителю, с другой стороны государству. Вот этого тоже есть определенные плюсы. Как минимум уменьшается трафик. Шесть разных человек пользуются всего одним автомобилем. Сокращается количество выбросов, ну и в принципе достаточно меньше автомобилей становится на дорогах. В этой связи, конечно, это безусловно удобно и одним и вторым. Но при этом МВД достаточно пристально следит за статистикой дорожно-транспортных правонарушений. И в принципе за совершением водителями таких транспортных средств административных правонарушений. Но по статистике первых трех месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество административных правонарушений сократилось на 21%. Если говорить о водителях транспортных средств, которые получают в аренду. То есть приобретают по каршерингу. Но при всем при этом, все равно в 2022 году за первые два месяца пострадало 47 человек. Конечно, эта цифра весьма внушительная. Ну и требует принятия определенных решений. Но вот каким образом ключи от прокатного автомобиля могут получить даже подростки? Наверное, я приведу два способа. Они самые популярные. Ну и по большому счету, наверное, с учетом того, что сегодня идентификация перспективного управленца транспортным средством весьма сложная. Говорить о том, что можно обмануть систему, не приходится. Поэтому мы в первую очередь будем сегодня говорить о том, что управление транспортным средством можно передать после того, как лицо совершило уже процедуру регистрации, получило доступ к автомобилю. Ключи провело соответствующую идентификацию в системе и просто передало право управления транспортным средством иному лицу. Второй случай – это приобретение поддельных аккаунтов в программах каршеринга. В сети таких предложений достаточное количество. Сегодня, готовясь к передаче, я увидел просто огромное количество предложений. И стоят они весьма разумных денег. Средняя цена за приобретение готового аккаунта – 3000 рублей в социальной сети, в сети интернет. Конечно, это небольшая цифра. И, безусловно, мы понимаем, что такой аккаунт, который приобретает лицо без каких-либо проверок, позволяет лицу обойти, безусловно, предусмотренный как собственником, арендодателем компанией порядок предоставления, а также, собственно говоря, получить доступ тем лицам, у которых прав нет вообще, кто уже лишен права управления транспортных средств, кто, в принципе, планирует совершить какие-то противоправные действия при помощи такого транспортного средства. Ну вот как с ними бороться, да? Потому что количество действительно неадекватных водителей, несовершеннолетних растет. Это проблема, конечно, как государства, так и владельцев транспортных средств, каршеринговых компаний. Об этом задумались достаточно давно. Если мы начнем с самых примитивных способов, то это создание определенных черных списков. На сегодняшний день уже каждая каршеринговая компания такой список имеет. Но при этом какого-либо обмена этими данными нет. Соответственно, вот просто создание единого общего списка лиц, которым было уже отказано в предоставлении автомобиля, либо которые совершили определенные нарушения как договора, так и кодекса об административных правонарушениях, позволит минимизировать количество противонарушений в будущем. Это первое. Второе – это определение возрастного ценза для управленца транспортным средством. В каких-то компаниях это 19 лет, в каких-то компаниях это 20, 21, 22 и 23. Но мы, конечно же, понимаем, что лицо, которое в 19 лет садится за руль, никакого, вот можно в принципе смело утверждать, что никакого опыта управления транспортным средством еще не имеет. С точки зрения законодателя каких-либо ограничений сегодня нет. Вот в этой связи я полагаю, что как раз-таки законодатель может ввести либо определенное лицензирование, либо ограничить круг лиц, которых каршеринговая компания может допустить к управлению транспортным средством. Я думаю, что для начала лицо, которое будет таким автомобилем, чужим автомобилем управлять, должно какой-то опыт приобрести. Это как минимум 2-3, а лучше 4 или 5 лет. Соответственно, если определить минимальный возрастной порог в районе 23 лет, то наверняка количество административных правонарушений сократится. А кто несет ответственность за испорченный автомобиль? Здесь мы, конечно, исходим из того, что ответственность водителя транспортного средства, которую в случае с каршерингом страхует сам собственник транспортного средства, застрахована по ОСАГО. Мы понимаем, что если ДТП происходило, то в рамках полиса ОСАГО ответственность в случае отсутствия вины водителя транспортного средства будет компенсирована за счет такого полиса. Далее, что касается ущерба непосредственно транспортному средству каршеринга, то здесь есть нюансы. По общему правилу, ну или в принципе механизм, который является действующим или действительным, здесь это страхование транспортных средств КАСКО, когда страхуется непосредственно автомобиль, которым управляет водитель. Но некоторые каршеринговые компании допускают разного рода ограничения при страховании по полису КАСКО. Так кто-то может предусмотреть такую франшизу, так называемую франшизу виновника. Она будет предусматривать минимальный лимит, который в любом случае должен выплатить виновник транспортного средства, а уже сверх этого лимита будет осуществлена выплата страховой компании. Вот, например, если такой лимит составляет 100 тысяч рублей, а в результате ДТП автомобиль пострадал на 30, то все 30 будет оплачивать водитель. Если же ущерб составит более 100 тысяч рублей, 200 или 300, то 100 тысяч рублей это та сумма, которую заплатит водитель, а остальную сумму сверх 100 тысяч рублей будет платить уже страховая компания. А если водитель арендованного от авто вообще не виноват ДТП? По общему правилу, конечно, мы понимаем, что если каких-либо виновных действий при управлении транспортным средством не допущено, и при этом происходит дорожно-транспортное правонарушение, то дорожно-транспортное происшествие, извините, то, соответственно, оснований взыскивать какие-либо денежные средства нет. Но нужно понимать, что полис каршеринга, что договор каршеринга может предусматривать штраф, например, за неправильное оформление протокола, то есть неправильное определение обстоятельств в документации. Также договор может предусматривать ответственность за нарушение срока сдачи документов о дорожно-транспортном происшествии в компанию каршеринга. Но бывают же случаи, когда у водителей списывают в карт денежные средства, даже если они… Да, 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 конечно, безусловно, бывают такие случаи, и мы с ними сталкиваемся, и порой водители удивляются, как так и за что вообще, в принципе, они стали плательщиком таких штрафных санкций. Но здесь, наверное, нужно для начала понимать, всё-таки за что списаны денежные средства. И если зачастую… Вот те примеры, с которыми мы сталкиваемся. Не так давно нам позвонил наш доверитель и попросил консультацию по вопросу начисления штрафа в размере 30 тысяч рублей за то, что он в автомобиле провозил стройматериалы. Но стройматериалы достаточно громко сказать. И действительно, в большинстве договоров с такими компаниями предусмотрен запрет на использование автомобиля для перевоза стройматериалов. Он же провозил плинтус полутораметровый в салоне автомобиля. В данном случае каршеринговая компания зафиксировала этот факт. И фактически абсолютно обоснованно со ссылкой на договор привлекла к договорной ответственности лицо. Мы ознакомились с этой ситуацией, посмотрели практику рассмотрения таких споров, но и пришли к выводу о том, что оснований не согласиться с компанией по каршерингу просто не имеется. Действительно, штраф обоснован. Достаточно часто, вот опять-таки не так давно у нас была ситуация, когда муж и жена оба зарегистрировали аккаунты в соответствующем приложении каршеринга. Супруга получила доступ к автомобилю, но просто передала ключи своему супругу. За это тоже был начислен штраф, но поскольку денежных средств оказалось недостаточно, списали лишь часть. Когда стали выяснять, когда доказали каршеринговой компании, что все-таки есть аккаунты и у одного человека, и у второго у каждого из супругов, ограничились лишь тем штрафом, который был списан. Но, тем не менее, возврата денежных средств не поступило. И опять-таки спорить, предъявлять какие-либо претензии обоснованные, либо выходить с требованиями о взыскании денежных средств в суд все-таки оснований не имеется. Это, конечно же, нужно учитывать. Что необходимо помнить водителям, которые вот в первый раз собираются арендовать автомобиль? Безусловно, нужно понимать, что договор каршеринга – это договор аренды чужого транспортного средства. Вот, в принципе, этих истин уже достаточно для того, чтобы понимать ответственность, которую водитель принимает на себя. Конечно, необходимо ознакомиться с договором, который вы подписываете. Он размещен всегда на сайте, всегда доступ к такому договору и к условиям управления и эксплуатации транспортного средства есть в приложении. Но зачастую управленцы транспортным средством пренебрегают и не знакомятся элементарно с такими условиями. Более того, необходимо зафиксировать техническое состояние транспортного средства. Мы понимаем, да, с учетом того, о чем мы сегодня с вами говорим, что автомобиль в течение дня уже арендовать человек может второй, третий, четвертый, пятый, шестой раз. И, безусловно, не каждый водитель добросовестно относится. Кто-то может и не увидеть повреждения транспортного средства, сдать автомобиль, а осмотра как такового не происходит. Акт в присутствии и водителя, и представителя каршеринговой компании как таковой не составляется. Некоторые ограничиваются фотографиями, некоторые и вовсе их не требуют. А вот новый получатель этого автомобиля, он, конечно, должен убедиться в том, что каких-либо неисправностей нет, прежде чем согласиться с принятием автомобиля и нажать соответствующую кнопку в приложении. Я правильно понимаю, что клиент всегда прав? В данном случае не всегда срабатывает с каршерингом. Ну, опять-таки, вы понимаете, здесь, мне кажется, нужно исходить из того, что все-таки приобретатель права управления транспортным средством сам пренебрегает условиями договора или просто не знает, какую ответственность он на себя приобретает. Вот самые простые правила, которые нужно знать каждому водителю. Курить в автомобиле нельзя, что-то размещать на кузове автомобиля нельзя, какие-то наклейки, предположим, автомобиль, может быть, условно говоря, на свадьбу взят. Нельзя это делать. Использовать автомобиль в качестве такси нельзя. То есть всегда, прежде чем вы садитесь в автомобиль, пожалуйста, обеспечьте себя фотографиями, ну и, собственно говоря, позаботьтесь о том, чтобы автомобиль остался в таком же точно состоянии, в каком вы его получили. Ну и самое главное, нельзя ездить без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Я знаю, что даже наш президент ужесточил ответственность за вождение без прав. Вот о каких новшествах идет речь? Да, абсолютно верно. Действительно, кодекс в административных правонарушениях претерпел изменения. И теперь за повторную езду без водительского удостоверения предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Ну, весьма серьезная сумма, согласитесь. Если же такое правонарушение совершено третий раз тем же самым водителем, то это уже не административное правонарушение, а уголовное. И санкция по статье 264.3 Уголовного кодекса, это новое положение данного закона, предусматривает ответственность в виде как штраф от 50 до 100 тысяч рублей, так и лишения свободы на срок до одного года. А если ранее такой водитель совершал ДТП в состоянии опьянения, то санкция может быть увеличена даже до пяти лет лишения свободы. Это достаточно важно. Если вернуться к каршерингу, вот как бороться все-таки с этими аккаунтами, которые можно купить и любому несовершеннолетнему взять и получить ключи от авто? Вот это, мне кажется, самая главная проблема. Подарок судьбы для злоумышленника, можно сказать, уйти от ответственности. Да, конечно, безусловно. Но этот вопрос находится в компетенции законодателя. И законодатель здесь тоже не дремлет. За продажу таких аккаунтов предусмотрена самостоятельная ответственность, и специальные подразделения правоохранительных органов, собственно говоря, всегда эти вопросы контролируют. И достаточно часто сайты, на которых такие аккаунты продаются, блокируют, привлекают лица, определяют их к виновности. Но, безусловно, сделать, мы понимаем, это не так просто, потому что зачастую используют серверы, которые расположены за территорией Российской Федерации. Здесь, конечно, необходимо, наверное, понимать и добросовестность тех лиц, которые совершают такие правонарушения. Но нужно понимать, что при проверке документов каршерингового автомобиля сотрудниками полиции всегда задается вопрос, покажите ваш доступ, покажите приложение. Если же водитель уклоняется, говорит, у меня села батарейка, например, на телефоне, либо приводят какие-то другие аргументы для того, чтобы эту информацию не предоставить, в таких случаях, в принципе, все полицейские проводят достаточно тщательную проверку и задерживают эти автомобили до выяснения обстоятельств, для того, чтобы, собственно говоря, не допустить продолжения управления транспортным средством лицом, которое сомнительно, на сомнительных основаниях управляет транспортным средством. Ну вот вы согласны, что с точки зрения добросовестного потребителя каршеринг прекрасен, то есть это очень удобно, вот поэтому... Да, конечно, безусловно. Мы понимаем, что это очень хорошо, очень комфортно взять автомобиль в одном месте, комфортно доехать на этом автомобиле с членами семьи, с друзьями, в принципе, по работе в другое место оставить этот автомобиль. Но всегда нужно помнить, что когда вы закрываете использование автомобиля, то автомобиль должен быть припаркован не на тротуаре, потому что это тоже самостоятельное основание как для привлечения к административной ответственности, так и для договорной, то есть это нарушение условий договора. Совершать административные правонарушения на каршеринговом автомобиле нельзя. Игорь, спасибо вам за такую полезную информацию. В завершении программы, что бы вы хотели сегодня пожелать всем ростовчанам? Действительно, краткосрочная аренда облегчает жизнь, но нужно понимать, что мы вступаем в договорные отношения с собственником транспортным средством и, по сути, принимаем на себя всю ответственность за использование такого автомобиля. В этой связи необходимо читать условия договора и строго их соблюдать, и ни в коем случае не совершать административные правонарушения. Еще раз спасибо и до свидания. Спасибо. Это была программа «Вопрос-ответ». Меня зовут Татьяна Цепелева, и до встречи в нашем эфире. Берегите себя.